Теория заблуждений В конце августа этого года, 2013-го, я побывал в Молдавии. В том числе, встречался со слушателями «Голоса России» и «Теории заблуждений». И один из вопросов, который мне был задан, сделать программу непосредственно о Молдавии. Я забежал в книжные магазины, побывал в шесте. Это, конечно, не все абсолютно книжные города Кишинева, но то, что я увидел, это, в общем, достаточно удивительная история, потому что вся палитра изданий, посвященных Второй мировой войне, сведена к полному собранию сочинений Виктора Суворова на румынском языке. И одной единственной книги российского автора Марка Солонина тоже на румынском. Вся история сводится к тому, что Гитлер и Сталин мечтали напасть друг на друга, но вот просто Гитлер опередил Сталина незначительно. Ни о чем другом в республике не пишут и не продают. Я не нашел ни одной книги про, например, оккупацию Молдавии в годы Второй мировой войны. Это досадное упущение мы сегодня исправим. Тем более, так вот совпало, что наш гость предложил сделать программу по этой теме буквально за 3-4 дня до того, как я отправился в Молдавию. Вот такое вот сечение обстоятельств. Я рад вам представить известного российского историка, человека, который у нас уже здесь был в теории заблуждений, Ивана Грибкова. Иван, я рад тебя здесь снова приветствовать. Здравствуйте. Ну, я не стану задавать вопрос, почему в Молдавии такое отношение к истории Второй мировой войны, потому что даже местные мне, в общем, не смогли на него ответить. А нам, конечно, из России сложно будет об этом судить. Но, коли вот будем говорить об оккупации, а когда румыны вообще стали такими преданными союзниками Гитлера, что им дозволили проводить, значит, такие мероприятия на оккупированных территориях? Ну, история германо-румынского сотрудничества, она достаточно долгая, с одной стороны, потому что на престоле румынского королевства находилась германская династия, причем чисто германская, которая имела достаточно тесные связи с своей, скажем так, родиной. Но, с другой стороны, Румыния – это государство, которое практически всю свою небольшую историю, независимую историю, находилось под англо-французским влиянием или под русским влиянием. В Первой мировой войне Румыния воевала на стороне Антанты, ну, воевала не очень удачно. Более того, у Румынии самый серьезный конфликт геополитический в 20-30-х годах был, конечно, не с СССР, а скорее с Венгрией соседней, ну, что в итоге закончилось венским арбитражем, разделом ряда территорий. Поэтому, в принципе, можно действительно согласиться с общим суждением, что окончательный толчок к Германии был сделан в 40-м году. Ну, то есть, жилого времена Гитлера. Да. Когда была присоединена обратно к СССР Бессарабия, и что именно подтолкнуло румынскую элиту, оскорбило ее, можно сказать, когда Северная Буковина, не входившая в состав Российской империи, тоже была передана СССР. Вот это было, скажем, таким моральным ударом, но, конечно, сыгралась в роли германская дипломатия и разгром союзников, прежде всего, Франции, идеолога вот этой Малой Антанты. В принципе, для румын того времени выбора не было. Если бы Румыния не присоединилась добровольно, она, скорее всего, была бы оккупирована, потому что румынская нефть была необходима Германии. А вот румыния с точки зрения знаменитых расовых доктрин, которые пользуются огромной популярностью и влиянием в Третьем Рейхе, она под них попадала? Потому что доводилось, ведь слышат, что сам Гитлер-то не очень румын котировал и говорил о том, что здесь есть один порядочный человек, и то Антонеску. Румыны, ну, во-первых, германские доктрины, они были несколько эластичные, потому что и славяне-словаки, и славяне-хорваты, когда надо, очень хорошо в них вписывались. Румыны, тут же надо немножко вспомнить о румынской идентичности. Румыны себя позиционировали как наследники Римской империи, как потомки вот этих римлян, римской цивилизации на Черном море. Соответственно, вся элита румынская считала себя европейцами, ну, а до простого народа его интересы и его этническое происхождение не очень сильно волновало немцев. Тем более, когда были нужны союзники, об этом можно было и забыть. Хотя, конечно, румыны оценивали очень низко и как солдат, и как политиков, и как экономик. А зачем тогда нужен такой союзник, если он изначально оценивается не очень высоко? В чем сверхзадача по Станиславскому? Ну, во-первых, каждый солдат, даже если это плохой солдат, все-таки солдат. Тем более, что, несмотря на то, что румыны не очень хорошие солдаты, в начале войны румынские части проявляют себя очень неплохо. И, в принципе, они закрывают вполне неплохо второстепенные участки фронта, могут бороться с партизанами, как это было в Крыму. На них можно было оставить осаду Одессы. Поэтому вполне себе неплохой союзник, тем более, что этих солдат у румын было много. То есть, румынская армия была достаточно многочисленной. Политическое решение о присоединении Румынии к Третьему рейху, как я понимаю, принимал непосредственно сам Антонеску. Скорее, это было коллективное решение и королевской, то есть аристократической части, и гвардистской элиты, то есть железная гвардия. Их там называют сейчас в Молдавии легионеры, легионерское движение. Да, в общем, всех этих националистов, самых разнообразных, которые там были, и военной элиты в лице Антонеску. То есть, это скорее было компромиссное решение, которое, кстати, очень многими осуждалось. Многие румынские генералы считали, что не стоит активно участвовать в этой войне. Почему? Слишком сильный Советский Союз, тем более, что кроме Германии союзников-то больше не осталось. Ну, а Италия, Испания? Ну, вряд ли Испания и Италия смогли бы защитить Румынию в случае чего. Опять же, 40-й год показал, что Румыния, в принципе, неинтересна кроме румын больше никому. Антонеску действительно был таким убежденным и последовательным антисемитом уже там, условно, в 40-м году. Потому что всякий раз, когда говорят про события там, условно, 41-го года, неизменно выплывают, значит, приказы, которые отсылал Антонеску оккупационной своей администрации. Ну, говорят, что это якобы такой вот отголосок уже начала Великой Отечественной войны, крестового похода против большевизма, а в глубине души Антонеску вообще таким и не был. Да, безусловно, нет. Антонеску был очень сильным бытовым антисемитом. Конечно, он никакие идеологические такие доктрины в это не вкладывал, он был сильным бытовым антисемитом. Вообще антисемитизм в Румынии в межвоенный период очень силен. Антисемитами были практически все. Просто кто-то считал, что евреев надо просто ограничить в правах, а кто-то считал, что их надо уничтожить целиком и полностью. Кстати, особенностью Румынии было то, что наряду с евреями уничтожить предполагалось цыган. Вот цыгане, они даже иногда больше не любили цыган, чем евреев. При том, что они там исторически проживали всегда на этих землях. То есть, цыган, особенно в румынской части, уничтожали массово, причем без всяких каких-то даже моральных оправданий, даже без каких-то даже попыток это скрыть. То есть, если уничтожение евреев, допустим, приходилось чем-то объяснять, допустим, местному населению, то о цыганах даже речь не шла. Это еще до нападения на Советский Союз Германии? Нет, это уже после. Массовое уничтожение, конечно, было после. 22 июня 1941 года Германия наносит удар по Советскому Союзу. Румыния сразу же вступает в войну и, соответственно, посылает свои войска на Восточный фронт? Или потребовалось какое-то время, условно, для осмысления, для анализа той ситуации, для переговоров, консультаций с Берлином? Нет, с первого дня Румыния участвует в войне. Как ни странно, юридически, все-таки первыми границу в тот момент перешли именно советские пограничники. Первыми по отношению к румын. То есть, сначала идет наступление немецких войск, советские пограничники контратакуют, переходят в нескольких местах, переплывают реку пограничную. И это в Румынии иногда использовалось как... Казус Бейли. Да. Нет, скорее, как оправдание, что вот видите, они были готовы к войне и действительно ждали только первого удобного случая, перешли в наступление. Кстати, в Румынии действительно идеология крестового похода очень серьезно была распространена. Патриарх Никодим, румынская православная церковь, в открытую выступил именно с такими словами, что это кара божественная против большевиков, против антихриста, против атеистической системы. Поэтому для румын это как раз играло даже большую роль, чем, допустим, в Германии. Но Германия была за очень религиозной страной. Это даже вот это легионерское движение, там фанатики просто какие-то были. Абсолютно фанатично религиозная страна. И действительно религиозная составляющая, я бы сказал, ключевой была для румын. И во многом объяснить, почему румыны должны воевать, пришлось православной церкви румынской. Она играла в этом очень серьезную роль. Как я понимаю, первые же земли, куда попали румыны, это территория Молдавской Советской Социалистической Республики. Не так давно, на тот момент, естественно, присоединенная к составу СССР. Сравнима ли условно та модель оккупации, которую осуществляли румыны, с тем, что осуществляли немцы на своих сегментах оккупированной территории? С сравнением можно провести, например, Холокоста и уничтожение цыган. Тут да, тут и в немецкой зоне, и в румынской происходили, в принципе, одни и те же вещи. С другой стороны, румыны не объявляли вот эти территории именно оккупированными, захваченными. Молдавия просто возвращалась. То есть, по сути, это же те же люди, которые... То есть, такой аншлюз своеобразный. Да даже не аншлюз, это же год назад вообще были граждане Румынии, то есть, к ним никаких претензий не было, к тем, кто не сотрудничал с советской властью. Их... То есть, в принципе, там возвращалась та же модель, та же система власти, которая была до 40-го года. Так называемая Транснистрия, территории Украины, в том числе Одесса, которую румыны присоединили, там было введено так называемое гражданское управление. И, в принципе, за счет того, что румыны не имели никаких расовых предрассудков в отношении местного населения, в принципе, оккупация была, скажем так, достаточно мягкой. Практически все источники, все свидетели говорят о том, что Одесса была одним из самых богатых, самых свободных вот этих оккупированных городов. Но об Адысе мы просто отдельно поговорим. Когда же речь заходит о Молдавии, то говорят, что единственное, что там сделали румыны, это устроили многочисленные еврейские погромы. А потом они двинулись дальше. Насколько это соответствует действительности? Для военных, для боевых частей – да. В принципе, это массовые расстрелы не столько евреев, сколько коммунистов, в том числе. Причем расстрелы достаточно хаотичные. После этого войска идут дальше, после этого туда приходит гражданское управление, и начинается систематическое уничтожение еврейского населения, цыганского населения. Ликвидация подполья. Ну, его, в принципе, особо не успели создать, но оно было. И, что интересно, массовая депортация евреев на восток. То есть, уничтожать евреев на местах не хотелось, потому что, наверное, не то, чтобы они боялись, скажем так, общественного мнения, но это играло в минус румынским властям. Почему? Евреи все-таки, бессарабские евреи, они были гражданами Румынии. Румыны, когда в 1941 году приходят в Молдавию, декларируют о том, что это всего лишь возвращение. И когда вдруг ни с того ни с сего начинается именно уничтожение, в принципе, законных граждан королевства, подданных короля, это могло вызвать очень серьезные вопросы у местного населения, то есть, подрыв авторитета власти. Потому что евреев могли в румынском королевстве до 1940 года угнетать, к ним могли как-то относиться. Их, в принципе, не только не уничтожили, их даже не особо репрессировали. Магда Лупеску, жена короля Кароля II, она была этнической еврейкой. То есть, в принципе, евреи занимали достаточно серьезные позиции в Румынии. А, кстати, вот само население Молдавии-то как встретило румынские войска? Встретило по-разному. Скорее, больше безразлично. Черезразлично в идеологическом смысле. Население выжидало. Потому что год назад были те же румыны, они ушли, пришли советские власти, начались репрессии. С другой стороны, за меньше чем год действительно массовых репрессий не успели провести. Советские войска ушли, пришли снова румыны, возвращали, кстати, те же власти, те же чиновники. То есть, во многом воспринялись спокойно и выжидательно. Молдавское население скорее позитивно, русское и украинское скорее с насторожностью. Агитация на Молдавию велась непосредственно самими румынами или это был условно сколок с германской пропагандой военной? В принципе, там даже какой-то особенной агитации не было. Молдавия возвращалась обратно в состав королевства со всеми. Там распространение местных газет, те же права, те же обязанности. То есть, в принципе, как было до войны. С поправкой на военное положение. А немцы вообще были на территории условно этой современной Молдавии? Немцы, там достаточно много колонистов проживало. Нет, я имею в виду войска. Вермахт, там, не знаю, зацгруппы СС какие-нибудь. А транзитом проходили. Это транзитная территория, переходили немецкие войска. А так где-то с осени 41-го года она переходит полностью под румынское управление. Хорошо. А почему же тогда под румынское управление, ну, или, вернее, там, под значительную часть румынской оккупационной администрации переходит Одесса? Она-то какое отношение имела к Молдавии? Ну, это, скажем так, награда. За службу Жюрова. За участие в крестовом походе. Причем, очень интересно, 19 августа провозглашается вот это транзитнистре, заднестровье. 30 августа 41-го года подписывается соглашение о передаче территорий. Причем, как ни странно, в Румынии очень настороженно восприняли эту передачу территорий. Многие представители румынские, особенно вот либеральные партии, центристские партии, их представители, они считали, что этого вообще не нужно делать. Почему? Последствия войны. Последствия войны будут непонятны. А вдруг Германия проиграет? Нас же тогда накажут. То есть, Румыния, в принципе, стремилась... Консенсус был достигнут по возвращению Бессарабии. Все остальное было под сомнением. То есть, юридический аспект, он играл достаточно серьезную роль. Были достаточно серьезные силы, которые считали, что не нужно объявлять о присоединении вот этой Одессы к Румынии. И, кстати, официально она так и не была присоединена. Это была именно оккупация. Ну, просто всякий раз, когда заходит речь про Одессу, все вспоминают именно румынскую оккупацию. Даже гораздо больше, чем немецкую. Ну, немецкая оккупация там длилась очень недолго, там, по-моему, около трех месяцев в 44-м году. И это уже конец, то есть, это уже отступление. Румыны достаточно успешно сумели взаимодействовать с местным населением. То есть, как ни странно, вот эта вот не очень сильная армия смогла успешно проводить оккупационную политику. Во-первых, прежде всего, за счет того, что не было вот этих расовых доктрин. Была очень серьезная позиция православной церкви. На территории Одессы действовала румынская православная миссия, специально созданная патриархом Никодимом. Причем ее, вот это, миссионерская деятельность распространилась вплоть до Северного Кавказа. До того, что Министерство восточных оккупированных территорий вынуждено было жаловаться Гитлеру и в германский МИД на то, что румыны залезают не на свои территории. То есть, во-первых, в Крыму очень сильная была агитация вплоть до того, что нескольких румынских миссионеров оттуда пришлось выслать обратно в Одессу. Немцы выслали. Немцы выслали. Их пришлось выслать обратно, потому что уж больно сильная религиозная агитация. Миссионеры проникли даже на Кавказ. А туда они как попали? Вместе с румынской армией. Если немецкие священники, полевые капелланы, итальянские, скажем так, им не рекомендовалось активно крестить местное население, то румынские священники, походные, они как раз вот, по сути, только этим и занимались. Это действительно массовое было крещение детей, массовое открытие храмов, причем зачастую они после прохода румынских войск закрывались. И еще один важный момент. Румыны, по сути, дали экономическую свободу. То есть сбор небольшого налога – это все, чем они ограничивались. Ну, а репрессии? Репрессии касались весьма ограниченного количества людей. То есть население Одессы, например, оно воспринимало эти репрессии, ну, во-первых, как нечто естественное, все-таки война. А во-вторых, массы населения румынские репрессии где-то до 43-го года практически не затрагивают. То есть вот именно обывателя, он на это смотрит как, ну, как-то неизбежная злоская. Евреи, коммунисты – не самые массовые категории. Тем более, что, кстати, к коммунистам проводилась дифференцированная политика. Их не расстреливали, как в германских областях, а, например, их просто брали на учет и смотрели за их поведение. И вот в 42-м году первая была проведена массовая акция помилования. Массовая публичная акция. То есть они были сняты с учета, да, соответственно? Да, несколько сот красноармейцев, ну, уроженцев Одессы, и несколько десятков коммунистов были собраны и публично помилованы и приняты в граждане новой великой Румынии. Это, скорее, такая пропагандистская пиар-акция. Да, но она работала. То есть, в принципе, в Одессе мы видим достаточно массовые такие радости по этому поводу. Одесское население очень благоприятно, положительно восприняло эту акцию. Их было не так много, их всего 4, по-моему, массовых акций было. И плюс там несколько мелких разовых. Но это показало, что да, румыны такие не собираются мстить всем. А немцы как на это реагировали? Ну, наверняка же ведь в Берлине было понимание, что происходит. Ну, вот если смотреть на это со стороны Германии, в принципе, им было не очень важно, что происходит в Одессе. Почему? Они смирились с тем, что это часть новой объединенной великой Румынии? Ну, они официально... Кстати, Гитлер был гораздо более активным сторонником, чем Антонеску передача этих территорий. То есть, если смотреть на дипломатические переговоры, то это Германия старается всучить Румынии как можно вот больше. Причем Германия настаивает, чтобы это было включено в территорию Румынии. Румынские дипломаты говорят, нет, это все-таки оккупированные территории, потом после войны посмотрим. Для Германии было главное, чтобы территория работала на войну. То есть, партизанского движения нет, румыны территорию контролируют, эшелоны идут свободы. В принципе, это все, что интересовало германские власти. А что значит нет партизанского движения? Массового. Во-первых, территория не очень. Все-таки юг Украины, это в основном степная территория. Партизанить в степях, но это вот только в гражданскую войну можно было. Партизан относительно общего количества территории СССР было не так много. Многих из них, кстати, достаточно быстро ликвидировали. То есть, известная группа Молодцова, которая устроила взрыв в Одессе здания, был полностью уничтожен румынский штаб оккупационный, несколько немецких генералов погибло. То есть, массовая действительно взрыв, аналогичный киевски. Только в Киеве это не очень получилось, а в Одессе удалось, практически вся верхушка была уничтожена. После этого, через несколько месяцев группа Молодцова была ликвидирована. На этом массовое диверсионное подпольное партизанское движение закончилось. Просто сейчас же выросло уже целое поколение на таком российском сериале «Ликвидация», где там оба главных героя имели непосредственное отношение к партизанскому движению и подполью, из чего общество, в общем, и сделало вывод, что там, ну, это если не филиал, шумел сурово «Брянский лес», то очень близко где-то к этому. Подполье было в Одессе, причем, кстати, очень серьезное подполье, действительно большое, крупное. Но его активность была, скажем так, не очень сильна. И во многом вот этому способствовала политика Румынии. Были сразу возрождены очень серьезные органы полиции. Туда было привлечено несколько сотрудников еще царской полиции. Румыны, кстати, активно контактировали с преступным миром Одессе. Это один из исследователей, в частности, приводит, но это, правда, основанное на слухах, но слухах, активно циркулировавших. Что после этого взрыва, зимой, румыны через полицию выходят на Одесский, скажем так, криминалитет, на Одессскую преступность, а те, в свою очередь, спускаются в катакомбы и предлагают вот этим подпольщикам простой достаточно вариант. То есть подполье существует, но особенно никаких серьезных акций не совершает. И, кстати, по группе Молодцова можно сказать, что агентура среди уголовников, уголовной преступности в разгроме группы сыграла очень серьезную роль. Вот когда говорят про тот самый удавшийся террористический акт, сразу добавляют дополнительные подробности, что румыны ответили жесточайшими репрессиями. 200 заложников должны быть расстреляны за одного убитого румынского или немецкого офицера. И, соответственно, 100 солдат, 100 заложников должно быть расстреляно за гибель одного немецкого или румынского солдата. Соответственно, заложников искать долго не пришлось. Это все те же евреи в первую очередь пострадали. И дальше начались казни. И говорят даже о том, что сам Гитлер сказал кому-то из своих приближенных, что вот Антонеску-то в решении еврейского вопроса гораздо более активно поступает, нежели мы. И вообще вот неплохо бы, конечно, с него брать пример в этом плане. Ну, действительно, это была вот такая, действительно страшная акция. И не только евреев. Началось все с того, что просто хватали людей на улицах, любых людей, и просто вешали прямо на фонарях, на столбах. Без разбора уже. Зачастую без разбора. Но только взрослых. Взрослых и старались мужчин. Ну, правда, это достаточно быстро прекратили, потому что шок, который это вызвало у населения, ну, это ничего не сказалось. То есть население, которое, в принципе, не привыкло, мягко говоря, к таким акциям, было шокировано именно вот первыми днями вот этой массовой, немотивированной, то есть без суда, без следствия, просто хватали и убивали. Но потом во многом для населения это было, скажем так, смягчено. Объяснениями некоторыми, в том числе городских властей. Ну, конечно... Даже глава оккупационной этой зоны, он же письмо Антонеску написал, что он вроде как не знает, что теперь делать, потому что ужас. Выходишь на улицу, а там на деревьях люди развешаны. Да, это гражданские власти были шокированы, может быть, даже чуть больше, чем население, потому что практически все, что планировалось сделать, пришлось отложить чуть ли не на полгода. То есть практически вот полгода после этого пропаганда, можно сказать, работала в холостую. Но для Одессы, для населения многое... Важным было отношение, допустим, городского головы, который публично не стеснялся уже в 1942 году, называть это преступлением и глупостью. А как Бухарест реагировал на подобные заявления, которые шли, в общем, в разрез с указаниями самого Антонеску? Ну, это же не была оппозиция. Это была некая оценка конкретной акции. Тем более городской голова Одессы, это Герман Пынтя, очень видный деятель бессарабского движения. Были предложения его снять, как ни странно, за прорусскость. Видно, у деятеля бессарабского движения? Да, в межвоенный период он издавал газеты на русском языке. Кстати, офицер императорской армии. Были предложения его снять, но, скажем так, пользы он приносил гораздо больше. То есть под его управлением Одесса практически не доставляла проблем ни Антонеску, ни оккупационным властям. И урок румынами был извлечен. Больше таких массовых акций против, скажем так, обывателя не проводилось. То есть следующая подобная акция будет только весной 1944 года, когда пришли немцы. В основном сосредоточились на евреях. Они к тому моменту там еще были. Но вот как ни странно, евреи даже в 1944 году в Одессе еще оставались. В том числе сыграла роль позиция населения, которая активно не защищала, но и действительно массово не выдавала. То есть случаев, когда массово выдавались бы евреи, мы практически не знаем. Хотя при этом румыны достаточно четко обозначали, что укрывательство евреев – это уголовное преступление, за которое уже в 1943 году будет смертная казнь. Кто-то пострадал по этому указу? Если судить по, допустим, газетной судебной хронике, вот порядка 15 человек так или иначе пострадали за укрывательство или за помощь евреям в 1942-1943 годах. А где кроме Одессы и Молдавии были еще румыны на оккупированных территориях Советского Союза? Очень сильно они были представлены в Крыму. Там действовали румынские комендатуры, румынские оккупационные войска, тыловые части румынских армий. Это уже Северный Кавказ и под Сталинградом. Ну, если на Кавказе никаких гражданских органов не создавалось, это обычные тыловые комендатуры. Действовали они в основном совместно с немецкими. Единственное, какие тут религиозные аспекты их отличали. Ну и, скажем так, некая большая гуманность к населению. Хотя население отмечало, что если немцы грабят, то они грабят, по крайней мере, последовательно. То есть, есть некая логика. Если грабят румыны, то румыны грабят хаотично. Воспоминания о румынских солдатах, как некая саранча, которая налетает, но сразу уходит. И немцев, которые приходят и грабят планомерно. То есть, вот тут... Изумеет немецкий порядок во всем. Да. Население, скажем так, думало между кем выбирать. Между хаотичным грабежом и грабежом централизованным. А Крым, в Крыму румыны достаточно успешно боролись с партизанами. Румыны налаживают местную жизнь гражданскую. Инженеры румынские приезжают в Крым. Священники румынские приезжают в Крым. Но румынам сразу дали понять, что на Крым они могут не рассчитывать. Не будет. Крыма не будет. Хотя, румыны продолжали до 1943 года надеяться, что, возможно, какой-то отдельный город, отдельный порт будет им передо. Наивные заблуждения, как я понимаю. Ну, в общем, в свете этого всего румынские войска, как я понимаю, используются, в общем, для тыла. В большей степени, чем на фронте. В поздний период войны, вот 1942-1943, да. В 1941 году они достаточно активно участвуют в наступлении. Показывают себя по-разному. Были части, которые показали себя очень неплохо, с точки зрения немцев. То есть, достаточно высокая их оценка. Но основная румынская армия показала себя не очень хорошо. Румынский солдат был обучен плохо. Вооружен устаревшим оружием в основном. Современной тактикой владел гораздо слабее, чем немцы. Поэтому их старались ставить на второстепенные участки. Хотя были элитные части, которые даже немцы оценивали очень высоко. Это, я так понимаю, те, которые оказались в дальнейшем 6-й армии Паулюса, да? В том числе. Ну, это кадровые части, которые еще с довоенных времен готовились, обучались. И, в принципе, они уже к Сталинграду во многом выбиты были. Вот если поговорить с кем-нибудь, условно, в возрастной группе 35+, то всякий раз о подобных событиях будут рассуждать с точки зрения знаний, вынесенных из времен детства и советского кинематографа. Что вот есть Польша, есть хорошие поляки, которые, в общем, воюют на стороне Советского Союза, да, есть плохие какие-то, условно. А румынские части были вообще на, ну, вернее, в рядах советской армии? Или там молдаванские, условно, полки какие-то? Большой вопрос, с кем себя считали молдаване в тот момент? Потому что 20 лет в составе Румынии, во многом румынская идентичность была присуща. Была вот эта такая часть, ну, на мой взгляд, она, скорее, больше пропагандистский характер носила, да, вот эта дивизия Тудор-Ладомиреско. После, да, Румыния вообще становится союзником. В 44-м году Румыния переходит на сторону союзников. Король Михай получает Орден Победы после этого. Этим, кстати, во многом, мне кажется, обусловлено то, что румынская оккупация у нас не особо рассматривалась. То есть, Румыния же закончила войну как союзник. Видный член в дальнейшем социалистического лагеря, блоковаршавского договора. Ну, там были конфликты с ЧУШСКу, да. Во многом, ну, не стыковалось. Бывший союзник, это, кстати, относилось во многом и к другим союзникам. К венграм. Да, венгерские зверства, действительно, потрясающие именно по зверствам, они практически не упоминались, а зачастую списывались на немцев. Ну, хорошо, это было во времена Советского Союза. А вот сейчас вот эта вот дифференциация этих зверств ведется историками? Или, условно говоря, у нас есть одна доминанта, да, зверства немцев на оккупированных территориях? И все это продолжает записываться на вермахт, СССР. Ну, у нас румынская оккупация вообще практически не изучена. Что, кстати, достаточно странно, даже и украинской историографии, и молдавской историографии, они практически не касаются этого вопроса. Ну, единичные какие-то исследования есть. Да, кроме сборника Дюка, вот молдавская, вернее, оккупация Молдавии, ничего на память-то даже не приходит за последние лет 10. Да, причем, заметьте, опять же, это в основном посвящено вопросам Холокоста. То есть, изучение румынской оккупации, оно, ну, вот, наверное, на три четверти занимает... Это вопрос Холокоста. Больше практически ничего. Хотя ведь уничтожали не только евреев, уничтожали коммунистов, уничтожали партизан-подпольщиков, боролись, кстати, с раскольниками православными, как оказалось, очень серьезно, боролись с протестантами, с баптистами, например. То есть, румыны вот тут в худшую сторону отличались от немцев. Если для немцев главное, чтобы не было сопротивления, то румыны активно насаждали православие. Ну, кстати, в этом насаждении у них не очень хорошо получилось. С точки зрения кого? С точки зрения населения или с точки зрения самих румын? Из тех и других население не очень воспринимало румын, румынскую церковь. То есть, возрождение православия встречалось с большим энтузиазмом. Но румынские священники, например, вызывали недоверие. То есть, румынское православие для местного населения, это, кстати, общее воспоминание. И румыны об этом пишут немного, и Александр Далин об этом пишет. Местное население воспринимает румын как слишком модерновое, слишком новое православие. То есть, священник без бороды, например, в сельской местности он вообще не воспринимает. Ну, я, кстати, диковато, наверное, смотрелось. Да, а тем более, как бы, достаточно свободные нравы румынских священников, они тоже играли не в их пользу. А Советский Союз предъявил Румынии какие-то, я не знаю, обидами, это сложно назвать, в общем, ну, какой-то счет за преступления, которые были совершены на оккупационных территориях. Или как они стали союзниками, все это забылось сразу. Это забылось, действительно забылось. Практически никаких претензий к румынам не предъявлялось. Никаких таких вот упоминаний об этом мы не находим. За исключением одного. Было требование выдать всех руководителей оккупационного режима. Румыны, естественно, их выдали. То есть, практически все руководители оккупационного режима, в частности губернаторы Алексиану и все, кто с этим был связан, они были выданы из Румынии и практически сразу все или расстреляны, или отправлены в лагеря. То есть, на этом, в принципе, счет к Румынии был закончен. А знаменитые эти легионеры, железная гвардия Антонеско, она же у нас, по-моему, в исторической литературе, они вот как Маркс Энглес, они все время слитно пишутся через дефис. Хотя, да, Антонеско скорее использовал. Притом, что легионеры были у него в оппозиции, как мне объяснили, в Молдавии. Ну, тут сложно. Легионеры, скажем так, кадровые, то есть, вот кадря, призыва Корнелио Кадриану, они были действительно принципиальными политиками, действительно фанатичными. Они были скорее в оппозиции. Но легионеры более умеренные. Хория Сима, например. Они к Антонеско относились более, скажем так, либерально и даже входили в состав правительства при Антонеско. Потом уже в более поздний период попытались выступить против него и, в принципе, оказались все в Германии. То есть, кто-то был арестован, кто-то бежал в Германию, как тот же Хория Сима. Легионеры во многом, кстати, иногда пишут, что они принимали участие в оккупационном режиме, зачастую даже в советский период об этом упоминалось. Практически нет. То есть, легионерское движение, оно действовало действительно в Бессарабии. Они появлялись, но в Одессе, допустим, легионеров мы не видим. Возможно, члены легионерских организаций, конечно, там воевали или присутствовали, но какой-то политической деятельности они не вели. Хорошо. А в Румынии по итогам Второй мировой войны происходило осмысление этих событий? То есть, условно говоря, выходили какие-то там работы историков с анализом оккупационной политики? Упоминания были, исследований нет. Тут мы видим советскую ситуацию наоборот. Румыния старалась не давать повода Советскому Союзу вспомнить о каких-то претензиях. Особенно это было при Чаушеску. Когда наметились разногласия, по сути, был наложен такой мораторий на любые исследования касательно оккупационного периода. Особенно это заметно в связи с тем, что практически все румынские генералы, участники войны, арестованные, причем приговоренные к очень серьезным срокам, в отличие от немецких, например. То есть, если немецкие генералы в Германии приговаривались к 3 годам, к 2 годам и прочим смешным срокам, то румынские получали 10, 15, 20 лет. Но в начале 50-х все были выпущены на свободу и многие заняли серьезные позиции в армии уже Чаушеску. Ну хорошо, а вот когда распался Советский Союз, когда распался блок Варшавского договора и вообще весь социалистический лагерь в Европе, в Румынии происходило осмысление событий там условно 41-44 годов? Я почему спрашиваю, я вот задал в Молдавии вопрос. Ребят, ну вот это вот, понятно, это страница истории. Мне дико видеть, что нету, например, там ни одного исследования молдавских авторов, никакого. Ни об оккупации какой-то, да, нет никаких воспоминаний, ни фронтовиков, ни там подпольный обком действуют. Ну то есть, вот вообще просто вакуум полный. Причем это не только вот условно там современная литература какая-то. Я же как педантичный человек еще попал в самый крупный молдавский бакинистический магазин. Там богатейший набор литературы, вот, который очень любит использовать Дмитрий Жуков и Иван Кофт, вот эти все многочисленные воспоминания партизан. Но нету ничего связанного с событиями в Молдавии. И я в этой связи спросил, а скажите, коллеги, а в Румынии-то что-то вообще по этому поводу выходит? И мне, значит, в одном из книжных магазинов гордо показали одну брошюрку, которая была посвящена непосредственно деятельности самого маршала Антонеску. И все. Ну, я бы так печально не характеризовал. Исследования есть, но они, во-первых, ходят абсолютно минимальным тиражом, а во-вторых, они относятся скорее уже к 2000-м годам. В 90-е годы практически ничего не выходит. В конце 90-х начинает разрабатываться тема Холокоста. И в Румынии, и в Молдавии вот в этом, как бы, да, образовалось своеобразное гетто. То есть, оккупация это только Холокост. Вот Холокост и все. Кто занимается Холокостом, они этим занимаются. При поддержке, в том числе, фондов. Симона Визенталя, других, Яд Вашем, многих других, ну, этих людей, во-первых, всего несколько человек, даже на обе страны. А во-вторых, они действительно занимаются только Холокостом. Дальше они не выходят. То есть, по сути, и в Румынии, и в Молдавии этот период сейчас изучен слабо. И зачастую, действительно, вот эти единичные мемуары, партизан, подпольщиков, к сожалению, они, правда, даже в советское время издавали зачастую только на молдавском языке. А это единственное, что можно хоть как-то использовать, чтобы знать, что там происходило. Я так понимаю, что с тех пор они, конечно же, не переиздавались и являются нынче библиографической редкостью. Могучей причем, наверное. Многих из них нет даже здесь, в Москве. То есть, все это есть там. Я боюсь, что и там тоже нету, поскольку, как известно, Молдавия перешла на латинский алфавит, и эти книги были изъяты просто. Но даже в советское время они издавались поразительно маленькими тиражами. То есть, сугубо для местного использования. Почему? Ведь это была, в общем, такая богатая идеологическая идея компании, фактически там объединяющая стержень для всего Советского Союза победы Великой Отечественной войны. Почему же для Молдавии это издается какими-то копеечными тиражами? Ну, во-первых, победа Великой Отечественной войны прежде всего над Германией. Румыния все-таки, вот этот момент, что Румыния в конце стала союзником, она этот момент... И причем Румыния действительно была союзником. Если Финляндия была нейтральным государством, и про финскую военщину писать было все-таки можно, то Румыния была членом социалистического лагеря, и упоминать об этом было не очень желательно. То есть, во многом это стало жертвой вот такой вот политической рациональности, тем более, что, естественно, допустим, Холокосты, они вообще в советское время, скажем так, были не очень популярны. Было общее понятие советские граждане. В современной Румынии, при, мягко говоря, возрождающемся культе Антонеску, поднимающемся неолегионерском движении, в Молдавии румынистская интеллигенция, она практически доминирует в историческом образовании. То есть, количество нерумынистов в Молдове, среди историков, их можно вот перечислить практически вот... Легко, их всего несколько человек. И на этом фоне говорить о том, что румыны были оккупантами, считается политически, скажем так, нежелательным. И именно поэтому, очевидно, в Кишиневе появляется улица в честь маршала Антонеску. Такая попытка примирить две стороны. Причем, я бы даже не сказал, что это попытка примирить, это... Скорее, удивляться стоит, что она появилась так поздно. Потому что молдавские власти, действительно, они скорее сдерживают эту политику. Потому что молдавское историческое сообщество, оно во многом гораздо более радикально, чем молдавские власти. Ну, при том, что молдавские власти тоже нельзя считать в этом плане эталоном по отношению к истории. Потому что многочисленные заявления того же Михая Гимпу, который не цитировал уже только ленивый, и уже о том, что 500 тысяч семей было депортировано непосредственно из Молдавии кровавыми большевиками в 1940 году. Там вообще богатая такая картина для деятельности. Ну, Гимпу тут превзошел даже своих украинских коллег и грузинских коллег. Если они действительно основываются хотя бы на каких-то исторических исследованиях, то Гимпу и сам не историк, и он основывается на каких-то, зачастую даже абсолютно бульварных изданиях, бульварных источниках. Но они популярны. Последний вопрос, который я успею задать сегодня. Ну, хорошо, с Молдавией и Румынией, в общем, понятно. В современной России вообще эта тема ожидается когда-либо к подробному освещению? Или же, условно говоря, часть наших историков предпочитает в данном случае замерять вот эту вот картину 1941-1944 годов с точки зрения советской историографии? Ну, как бы союзник, обижать не будем. Ну, я бы сказал, что у нас все даже хуже. У нас Румыния не изучается вообще. То есть она упоминается как вот очень сбоку в некоторых исследованиях. К сожалению, действительно, румынская оккупация, румынская армия, она не изучается. В том числе из-за того, что сложности с языком румынским, все-таки румынский не самый распространенный язык. В основном то, что есть у нас, это или несколько переводных статей, буквально там в пределах пяти украинских исследователей. Вот. И сборник фонда «Историческая память», опять же, в основном посвященный Холокосту, на этом... И вышедший мизернейшим тиражом. Да, найти его достаточно сложно. И, в принципе, на этом оккупация Молдавии, ее изучение заканчивается. Есть несколько компелитивных собирательных статей в отдельных сборниках по румынской армии, есть несколько серий по униформе, и, собственно, это все. Ни одного какого-то более-менее даже системного исследования румынской политики и Румынии в войне у нас нет. Хорошо. Тогда я задам последний контрольный вопрос этой программе. Иван, ну а почему бы тебе самому не написать вот эту вот историю? Постепенно материал собирается. У меня есть несколько статей по вопросам румынской православной миссии. Я начну румынской печати оккупационной. Я с этого начинал, собственно, вот это изучение румынской оккупационной политики. Но, конечно, очень серьезно предстоит поработать и с румынскими источниками, и вот с молдавскими. Потому что найти вот эти мемуары, найти вот эти данные, потому что без них, как показывает практика, изучение происходит однобок. Ну, мне остается только надеяться на то, что такая работа будет все-таки рано или поздно приведена. Потому что если мы говорим о том, что надо знать все о событиях Великой Отечественной войны, то как-то странно достаточно получать, что столько лет прошло, остаются вот такие, по сути дела, неизученные страницы. Ну, и я также рассчитываю, что, может быть, молдавская общественность, посмотрев и послушав эту программу, пригласить тебя в Кишинев, поскольку для них это тоже тема безумно интересная. Она затрагивалась не только там на встрече вот одного отдельно взятого Гаспаряна, но и даже в кулуарных общениях. Ну, мы несколько менее зависим от молдавских властей, поэтому у нас больше шансов. Да, в этом плане нам проще. Спасибо огромное, что нашел время сегодня, пришел к нам, ответил на наши вопросы. Напоминаю, что в гостях у «Теории заблуждений» был известный российский историк Иван Грибков. Беседовали мы про оккупацию Румынскую, Молдавии, Одессы и вообще про те события 1941-1944 годов. Мне остается только напомнить, что ровно через неделю «Теория заблуждений» вернется в эфир. Всего вам доброго и помните, грядущему всегда предшествуют его тени. Теория заблуждений